Антон Павлович Чехов Он сидел за столом и спешил записать свое мнение. Участковый мировой судья Милкин, молодой человек с томным меланхолическим лицом, славующий за философа, недовольного средой и ищущего цели жизни, стоял у окна и печально глядел во двор. Другой участковый и один из почетных уже ушли. Оставшийся почетный, обрюзглый, тяжело дышащий толстяк и товарищ прокурора, молодой немец с катаральным лицом, сидели на диванчике и ждали, когда кончит писать председатель, чтобы ехать вместе, обедать. Перед ним стоял секретарь съезда Жилин. Маленький человечек с бачками около ушей и с выражением сладости на лице. И медово улыбаясь, и глядя на толстяка, он говорил в полголоса. Все мы сейчас желаем кушать, потому что утомились, и уже четвертый час, но это душа моя, Григорий Савич, не настоящий аппетит. Настоящий волчий аппетит, когда, кажется, отца родного съел бы. Вот бывает только после физических движений. Например, после охоты с гончими. Ну или когда отмахаешь на обывательских верст сто без передышки. И вот тоже очень много значит и воображение. Вот ежели, положим, вы едете с охоты домой и желаете с аппетитом пообедать, то никогда не нужно думать об умном. Умная да ученая всегда аппетит отшибает. Вот сами извольте знать, философы и ученые насчет еды самые последние люди. И хуже их, извините, не едят даже свиньи. Едучи домой, надо стараться, чтобы голова думала только о графинчике. До закусочки. Вот я раз дорогой закрыл глаза и вообразил себе поросеночка с хреном. Так со мной от аппетита истерика сделалась. Ну, а когда вы въезжаете к себе во двор, то нужно, чтобы в это время из кухни пахло чем-нибудь. Я таким, знаете ли, жареные гуси мастера пахнуть, сказал почетный мировой тяжело дыша. Ой, не говорите, душа моя, Григорий Александрович. Утка или бекас могут гучу 10 очков вперед дать. Вот в гусеном букете нет нежности и деликатности. Забористее всего пахнет молодой лук. Когда, знаете ли, начинает поджариваться, и, понимаете ли, шипит подлец на весь дом. Ну, а когда вы входите в дом, то стол уже должен быть накрыт. А когда сядете, вот сейчас салфетку за галстук, и не спеша тянетесь к графинчику с водочкой, да ее мамочку наливаете не в рюмку, а в какой-нибудь допотопный дедовский стаканчик из серебра. Или вы такие пузатенькие с надписью «Егожи и Манаси» приемлют. И выпиваете, но не сразу. А сначала вздохнете, руки потрете, равнодушно на потолок поглядите, потом, и так не спеша, поднесете ее в водочку-то к губам, и тотчас же у вас есть желудка по всему телу искры. Секретарь изобразил на своем сладком лице блаженство. «Искры», — повторил он, жмурясь. «И вот как только выпили, сейчас же закусить нужно». «Послушайте», — сказал председатель, поднимая глаза на секретаря. «Говорите потише, я из-за вас уже второй лист порчу». «Виноват! Виноват, Петр Николаевич!» «Я буду тихо», — сказал секретарь и продолжал полушепотом. «Носа закусить, душа моя, Григорий Савич, тоже нам нужно умеючи. Надо знать, чем закусывать. Самая лучшая закуска, и желаете знать, селедка. Съели бы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом. И сейчас же, благодетель мой, пока я еще чувствую идти в животе искры, кушать икру саму по себе. Вот и, или, ежели желаете, с лимончиком, потом простой рейтки с солью, потом опять селедки. Но, но всего лучше, благодетель, рыжики соленые, ежели их изрезать мелко, как икру. И, понимаете ли, с лучком, с прованским маслом, объедении. Вот. Но налимья печенка – это трагедия. На, согласился почетный мировой и жмуря глаза. Для закуски хорошие также того, душеные белые грибы. Да-да-да, с луком, знаете ли, с лавровым листом и всякими специями. Вот откроешь кастрюлю, а из нее пажа, пуст, грибной дух. Даже слеза прошибает иной раз. Нос, как только из кухни приволокли к Ульдаку, сейчас же немедля нужно вторую выпить. Иван Гуриевич, сказал плачущим голосом председатель, из-за вас я третий лист испортил. Че-то он знает, он только об идее думает, проворчал философ Милкин, делая презрительную гримасу. Неужели, кроме грибов, да кулебяки нет других интересов в жизни? Ну, перед кулебякой выпить, продолжал секретарь в полголоса. Он уже так увлекся, что, как поющий соловей, не слышал ничего, кроме собственного голоса. Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей ноготе, ну, чтоб соблазн был. И так подмигнешь на нее глазом, отрежешь вот это такие кусища и пальцами над ней пошевелишь вот это от избытка чувства. Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы, вот начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком. Секретарь, подкатив глаза, перекосил рот до самого уха. Почетный мировой крякнул, вероятно, воображая себе Кулебяку, пошевелил пальцами. Это че знает что, проворчал участковый, отходя к другому окну. Вот, два куска съел, а третий к щам приберег, продолжал секретарь вдохновенно. Как только кончили с Кулебякой, так сейчас же, чтоб аппетита не перебить, велики щи подавать. А щи должны быть горячие, огневые. Но лучше всего благодетельный борщок из свеклы на хохлатский манеж с ветчинкой и с сосисками. К нему подается сметана и свежая петрушечка с укропцем. Великолепно так же рассольник из потрохов и молоденьких почек. А ежели оливите суп, то из супов наилучшее, который засыпается кореньями и зеленями всякими, вот морковкой, спаржей, цветной капустой и всякой тому подобной юриспруденции. Да, великолепная вещь, вздохнул председатель, отрывая глаза от бумаги, но тотчас же спохватился и простонал. Вобойтесь вы, Бога, я так до вечера не напишу особого мнения, четвертый лист порчу. Не буду, не буду, не буду. Виноват, извинился секретарь. И продолжал, шепотом, вот как только скушали борщок или суп, сейчас же великий подавать, велик подавать рыбное, благодетель, из рыб безгласных, самое лучшее, это жареный карась в сметане. Но только, чтобы он не пахтиной и имел тонкость, нужно продержать его живого в молоке целые сутки. Хорошо, так же стерлят кокольчиком, сказал почетный мировой, закрывая глаза. Но тотчас же, неожиданно для всех, он рванулся с места, сделал зверское лицо и заревел в сторону председателя, Петр Николаевич, скоро ли вы? Не могу, я больше ждать, не могу. Дайте мне кончить, ну так я сам поеду, черт с вами, толстяк махнул рукой, схватил шляпу и, не простившись, выбежал из комнаты. Секретарь вздохнул и, нагнувшись к уху товарища прокурора, продолжал в полголоса, хорош так же судак или карпий с подливкой из помидоров и грибков. Но рыбой не насытишься, Степан Францович, это еда несущественная, главное в обеде не рыба, не соусы, а жаркое. Вот вы какую птицу больше обожаете? Товарищ прокурор сделал кислое лицо и сказал со вздухом, к несчастью, я не могу вам сочувствовать, у меня катар желудка. Да полный тишударь, катар желудка, доктора выдумали. Больше от вольнодумства до гордости бывает эта болезнь. Вы не обращайте внимания. Положим, вам кушать не хочется или тошно. Вы не обращайте внимания и кушайте себе. Ежели, положим, подадут жаркому парочку дупелей, да ежели прибавить к этому куропаточку или парочку перепелочек жирненьких, вы тут про всякий катар забудете, честное благородное слово. Ожирина индейка, белая, жирная, сочная, этакая, знаете ли, вродинимфы. Да, вероятно, это вкусно, сказал прокурор, грустно улыбаясь. Индейку, пожалуй, я ел бы. Господи, я утка. Вот если взять молодую утку, которая только что в первые морозы летку хватила, да и жарить ее на противне вместе с картошкой, да чтоб картошка была мелко нарезана, да подрумянилась бы, да чтоб утиным жирком пропиталась, да чтоб... Философ Милкин сделал зверское лицо и, по-видимому, хотел что-то сказать, но вдруг причмокнул губами, вероятно, вообразив жареную утку и, не сказав ни слова, влекомый неведомой силой, схватил шляпу и выбежал бы. Да, пожалуй, я поел бы и утки, вздохнул товарищ прокурора. Председатель встал, прошелся и опять сел. И после жаркого человек становится сыт и впадает в сладостное затмение, продолжал секретарь. В это время и телу хорошо, и на душе умилительно. Для услаждения можете выкушать рюмочки три запеканочки. Председатель крякнул и перечеркнул, лист я шестой лист порчу, сказал он сердит. Это бессовестно. Пишите, пишите, благодетель, зашептал секретарь. Я не буду. Я потихоньку. Я вам по совести, Степан Францич, продолжал он едва слышным шепотом. Домашняя самоделковая запеканочка лучше всякого шампанского после первой шеремочки всю вашу душу охватывает обоняние. Этаким миражей кажется вам, что вы не в кресле у себя дома, а где-нибудь в Австралии. На каком-нибудь мягчайшем страусе. Ах, да поедемте, Петр Николаевич, сказал прокурор, нетерпеливо дрыгнув ногой. Да-с, продолжал секретарь. Во время запеканки хорошо сигарку выкурить и кольца пускать. И в это время в голову приходят такие мечтательные мысли, будто вы генералиссимус или женаты на первейшей красавице в мире. И будто эта красавица плавает целый день перед вашими окнами в этом бассейне с золотыми рыбками. Она плавает, а вы ей Душенька, иди, поцелуй меня. Петр Николаевич, простонал товарищ прокурора. Да-с, продолжал секретарь. А вот покурив же, подбирайте пол халата и айда к постельке. Этак, ложитесь на спинку, животиком вверх и берите газетку в руки. Когда глаза слепаются во всем теле, дремота стоит, приятно читать про политику. Там, глядишь, Австралия сплоховала, там Франция кого-нибудь не потрофила, там Папа Римский наперекор пошел. Читаешь, а оно и приятно. Председатель вскочил, швырнул в сторону перо и обеими руками ухватился за шляпу. Товарищ прокурора, забывший о своем катаре и млевший от нетерпения, тоже вскочил. Едемте! крикнул он. Петр Николаевич, а как же особое мнение? испугался секретарь. Когда же вы его благодетель напишите? Ведь вам в шесть часов в город ехать. Председатель махнул рукой и бросился к двери. Товарищ прокурора тоже махнул рукой и, подхватив свой портфель, исчез вместе с председателем. Секретарь вздохнул, укоризненно поглядел им вслед и стал собирать бумаги.